Я, к сожалению, не могу столь экспрессивно и эмоционально сказать, как это сделали замечательные леймиджи на Хиджакова, поскольку эмоций у меня сейчас нет, я испытываю опустошенность, горечь, боль, стыд, в первую очередь стыд за себя самого и за всех нас, поскольку 21 декабря, когда принимался этот антидетский, глубоко преступный закон, закон подлецов, мы никак не могли повлиять на это похабное и злокачественное образование по названию Государственная Дума, которая, безусловно, должна быть в самое ближайшее время распущена, ибо представляет собой реальную угрозу безопасности страны, по крайней мере того, что касается общественно-нравственного климата в нашей стране. Мне глубоко больно и стыдно, что этот закон судьбы детей решали совершенно безумные, полуграмотные тетки и дядьки, сидящие в этом зверинце, то, что это зверинец, никаких сомнений не вызывает, достаточно посмотреть на любую фотографию заседания этой Госдумы, где народные избранники пьют, жрут, рассматривают какие-то журналы, тискают друг друга за причинные места, ну чем не зверинец? Профессия, которой я занимаюсь, существует такой термин, как предлагаемое обстоятельство. Я в предлагаемых обстоятельствах, я всегда ставлю себя на место другого. И вот когда я ставлю себя на место, скажем, пяти, шести, семилетнего малыша, который совсем один, но который ждет и верит, что через несколько дней или через несколько месяцев за ним кто-то приедет, увезет в нормальную страну, где у него будет мама, где у него будет папа, братья, сестры, где он будет окружен процветающей и доброжелательной страной. И вдруг в одночасье все это прерывается. И это, на мой взгляд, самое страшное, что только может испытать вот этот малыш, кроме чувства горечи и огромного количества слез. Я бы лично ничего не испытал. Достоевский писал, что слезинка ребенка не стоит всех благ мира. Ну, о каком благе от 21 декабря можно говорить? Я не знаю, но самое страшное, что у детей просто теряется вера. Вера, человек перестает верить людям, это в таком-то возрасте. Можно себе представить, какими они вырастут, оставшись действительно теперь уже одни. Одни навсегда и одни на всем земном шаре при нашем руководстве. Я хочу сказать, что на протяжении вообще последних нескольких месяцев, недель, дней наша страна семимильными шагами катится в этот смрадный, мрачный средневековый период, в котором наша страна находилась, скажем, полвека назад. Вот сегодня поступили сигналы о том, что надо бы изменить порядок регистрации. То есть мы возвращаемся к советской такой системе прописки со штампом в паспорте. Я не удивлюсь, если через какое-то время будет принят закон о тунеядстве. Я не удивлюсь, если в какое-то время в Уголовный кодекс будет внесена статья за антисоветскую агитацию и пропаганду. Это знаменитая 70-я статья. Я не удивлюсь, если будет возвращена из УК РСФСР, что 21-я статья о мужеложестве. И, кстати, это будет рассматриваться в январе нашей замечательной Государственной Думы. Только теперь она будет называться по-другому, хотя суть и дело это не меняет. Но все это, все эти предстоящие прелести меркнут, меркнут, повторяю, по сравнению с тем преступлением, а это именно преступление, которое произошло 21 декабря. И я убежден, и я очень надеюсь, что все те люди, которые инициировали, голосовали за принятие этого закона, будут, по крайней мере, мне очень хотелось бы, будут в ближайшее время находиться на скамье подсудимых в Москве, в Гагеле. Это не столь важно. Поэтому я очень прошу всех москвичей, и не только москвичей, я знаю, что такие акции пройдут и в Петербурге, и в других городах, подняться и 13 января выйти на улицу, потому что время пришло. 13 января в 13 часов марш в защиту детей за Роспуск Госдумы. Продолжение следует...